Здравствуйте! В прямом эфире программа для тех, кто следит за последними событиями в крае. Это новости на своем. В студии Герман Кудеяров. И вот коротко о том, что будет в этом выпуске. Все течет, ничего не меняется. Почему в многоэтажке Невиномыска не делают крышу? За партами родители предмет капремонт. Как обновление школ отразится на учебном процессе? Отвечаем на спорные вопросы. И в предгорном округе возвели многофункциональную спортплощадку. Чем смогут заниматься жители? Начнем с информации по коронавирусу. С инфекцией справились 114 ставропольцев. Общее число выздоровевших в регионе превысило 207 тысяч. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров в соцсети ВКонтакте. За минувшие сутки плюс 656 заболевших. Но летальных исходов на фоне вируса не зарегистрировано. По-прежнему не забывайте о вакцинации и мерах эпидпрофилактики. Идем далее. Все течет, ничего не меняется. К нам в редакцию обратились жители улицы Матросова-Невиномыска. Каждый дождь для них оборачивается новым косметическим ремонтом. Кровля там давно требует замены. Вот только прошедший капитальный ремонт здания эту проблему не решил. Виктория Шкальная отправилась разбираться на место. То есть, чтобы вода не лилась уже в квартиру, так как сделан ремонт, пришлось положить пленку по всей поверхности. Ведра я даже вижу. Ведра, да, потому что там очень сильно текло. Александр с семьей переехал в дом на улице Матросова недавно. После рождения ребенка решили расшириться. Сделали в квартире ремонт. Вот только новоселье молодым родителям пришлось отмечать под струями воды. Течет все в квартиру. 30 число. Апрель месяц. Вот оно все бьется. Вот все. Все мокро. По словам жителей, крышу дома меняли после градобоя в нулевых. Но турлучный чердак с деревянным каркасом сильно износился. Чердак этого дома легко можно использовать для романтических свиданий. Через дырки в крыше здесь ночью можно разглядывать звезды. Вот только такое нерациональное использование помещения жильцам точно не понравится. От непогоды страдал и подъезд дома. Латать стены жильцы начали своими силами. В подъезд, то есть тут лилось вообще до первого этажа с крыши. Штукатурка отваливается, крыша течет. Мы начали косметический ремонт делать тоже своими силами. Вот подмазывать дыры в подъезде. То есть вот сейчас собирались покрасить тоже. Уже краску купили. Просто времени особо нету. Так как все работают. Каждый дождь для людей еще и настоящий риск. Вот буквально когда были дожди у нас сильные, у нас у меня муж залазил ночью на саму вот эту прям крышу. Чуть не скатился с нее, зацепился за этот, порвал себе шорты, зацепился за гвоздь, поправлял шиферину, потому что у нас прямо на розетку текло рекой вода. В 2017 году дом стал участником региональной программы капитального ремонта. Специалисты привели в порядок систему электроснабжения, отремонтировали фасад. Но кровля осталась нетронутой. Как такового ремонта, я считаю, не сделали они. Они что сделали, полипропиленовые трубы заменили на батареях, стояки. И вот цоколь, видите, все. А крыша, инженерные сети, фасад, трещины даже есть. Абсолютно ничего не сделали. По словам жильцов, они неоднократно обращались в управляющую компанию и в городскую администрацию. Я вызывала комиссию, большая комиссия приезжала. И все равно на чердаках были и главные инженеры, и с администрации. И они посмотрели в ужасе. Но все равно написали, что все нормально. Мы обратились к специалистам управляющей компании. Там нам рассказали, в частичный капремонт замена кровли изначально не входила. В администрации города подтвердили, что ремонт крыши этого дома запланирован на 2038 год. А составленный ранее акт о переносе срока отклонен Министерством ЖКХ региона. И теперь инициатива должна исходить от самих граждан. В этом году, наверное, проводить еще одно акт оформленное, например, акт оформленное для очередного акт оставлять акт или собственникам рекомендовать собрать протокол оформить о переносе сроков на более ранний период. Здесь мы только помогаем собственникам оформить документы, направить их в администрацию, а дальше уже администрация с фондом принимает решение о переносе сроков в наличии такой возможности. А продолжат следить за ситуацией Виктория Шкальная, Юрий Корниенко, Ставропольское телевидение. Мы продолжаем и теперь о другом капремонте. В Ставрополе начали большое обновление школ. Сразу 14 учреждений преобразят за счет федеральных средств. Где-то работы уже начались, а где-то стартуют в январе следующего года. Как обновление школ отразится на учебном процессе? Ответы на волнующие родителей вопросы искала Кира Мартынова. Не за партами, а в просторном актовом зале, но с тональностью, как для учеников. Предмет капремонт. В шестой школе работы стартуют в грядущем январе. В планах ремонт еще девяти образовательных учреждений. Все они попали в федеральную программу модернизации школьных систем образования. Родителям рассказали, почему средства выделяются именно сейчас, обозначили сроки работ. Объяснили, что благодаря родительским штабам мамы и папы смогут участвовать в процессе. И в вашей школе он обязательно будет создан. И вы будете контролировать сам процесс, как идет капитальный ремонт. Как выполняются сроки этого капитального ремонта. Возможно, будете обсуждать какие-то дизайнерские решения. Кроме того, вы вместе с педагогами своими можете проанализировать то оборудование, которое у вас есть. И купить именно то, что необходимо вашей школе на эти 6,5 миллионов. Но это перспектива. Пока же родители волнуют более насущные вопросы. Куда отправят детей? В какие смены им предстоит учиться? Будет ли дистанционка? Как организуют питание? Меня волнует вопрос учителей. Будет ли им выделены отдельные кабинеты, куда дети могут подойти в любой момент, получить консультацию, допустим, по уроку математика, русский и другие дисциплины. Родители выпускников интересуют, где их дети получат аттестаты и как 11-классникам готовятся к экзаменам. На этих ребят у нас упор. Мы уже проговорили и с принимающими школами, чтобы создать им условия. Они будут обучаться в первую смену. Они будут закреплены за определенными кабинетами для того, чтобы подготовка к единому государственному экзамену и к ОГЭ прошли успешно. Разговор получился конструктивным, отметили участники. Здесь не было вопросов, хотим-не хотим. Здесь были предложения, с которыми нам нужно поработать. Потому что действительно мы подумали и просчитали, куда пойдут дети. Мы успокоили родителей, что дистанционного образования не будет. Мы определили те позиции, по которым мы будем в дальнейшем работать. Участники договорились встретиться через две недели. Такие родительские собрания пройдут во всех школах, где планируется ремонт. Будут следить за ситуацией Кира Мартынова и Александр Колодко. Ставропольское телевидение. В селе Бурладском благоустраивают территорию около стадиона. Там уже установили детский игровой комплекс, скамейки, песочницу и качели. Работы проходят в рамках губернаторской программы поддержки местных инициатив. О других новостях Края расскажем в нашем обзоре. В Минеральных водах благоустраивают пешеходную зону на улице Советской. Там укладывают плитку на тротуарах, высаживают деревья, устанавливают скамейки, обустраивают детские и спортивные площадки, сообщили в региональном Миндоре. Работы проводят в рамках краевого проекта формирования комфортной городской среды, нацпроекта «Жилье и городская среда». В Невиномыске капитально ремонтируют шестой лицей. Специалисты проведут отделку внутренних помещений, заменят полы, перегородки и двери, сообщили в Управлении по информполитике правительства региона. Работы проводят по президентской программе капремонта школ. В станице Баргустанской возвели многофункциональную спортплощадку. Там установили ограждение и постелили специальное резиновое покрытие. Теперь все желающие смогут заниматься футболом, волейболом и баскетболом, сообщили в Управлении по информполитике правительства Ставрополь. Работы проходили по губернаторской программе поддержки местных инициатив. На этом у меня все. Еще больше новостей есть на нашем сайте stv24.tv. Также вы можете предложить и свою тему. Для этого пишите нам в мессенджере WhatsApp и Telegram по номеру 8 928 350 8070. Еще мы есть во всех социальных сетях, так что подписывайтесь. Далее прогноз погоды. Я же на этом с вами прощаюсь. Это были новости на своем в студии Герман Кудьяров. Увидимся. Здравствуйте, друзья. Прогноз погоды на понедельник, 19 сентября. Трудовую неделю начинаем хорошо, потому что без осадков и тепло. В краевом центре плюс 27, в изобилии плюс 25. Ветер не более 3 метров в секунду. Световой день 12 часов 22 минуты. Магнитное поле спокойное. А на курортах продолжается бархатный сезон. Понедельник без осадков, слабый ветер и комфортная температура. Средняя температура по курортам плюс 25. Ветер 2 метра в секунду, который к вечеру стихнет просто до штиля. Эх, хорошо. На севере и востоке края также без осадков, но потеплее. И ветер покрепче, до 4 метров в секунду. Дневная температура до плюс 30 в нефтекумске нормально так. И плюс 25 выпатывает дивным. На сегодня о погоде все. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова